Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть Евротрак Симулятор 2 и заканчивается наша большая такая вот северная дорога. Большое северное кольцо. Если мы посмотрим на карту, то увидим, что остался буквально тут один маршрут. Вот из этого города у нас маршрут где-то вот сюда вот. Желательно где-то вот сюда вот взять, чтобы вернуться в Ужгород и отметить это дело. Отметить вот это вот кольцо. Вы только посмотрите, сколько мы с вами проехали, сколько заработали, сколько всяких интересных вещей увидели. И 8% проехали. Так, хорошо. Давайте мы сейчас немножко, наверное, подремонтируемся и поедем. И поедем, и помчимся. Я надеюсь, что это будет такой вот маршрут. Мы возьмем с вами как раз к тому месту. Так, что у нас есть? У нас, в общем-то, колеса и все. Да, каких-то 200 евро. 162 тысячи по тюнингу. Много чего есть. Может, внутрь что-нибудь? Кофе какой-нибудь взять, что ли? Или что тут? Что-то же я должен привезти из Европы, да? Я холодильник куплю в Европе. Вот и ноутбук, наверное. Ого, холодильничек. Но там зато всякая вкусняшка будет лежать у нас с вами. А может, ноутбук взять, а? Где тут у нас? Где-то был, по-моему, где-то был ноутбук. Это лучше. 3300. Ого. Дорогущий, наверное, ноутбук с хорошей видеокартой. Это я на остановках в игры играю. Наверное, я возьму ноутбук и из Европы привезу. Хорошо. Подтверждаем. Что-то же должен быть. Какой же сюрприз. Правда, Бобби Мане нужно было бы еще взять что-то. Может быть, сумочку ей какую-нибудь привезти. Какую-нибудь финтифлюшку. Так, погнали. О, заправка, да? Давайте на заправку заскучим. Благость здесь рядом. Кстати, заметили? 120 км в час. Везде мы можем с вами развивать скорость. Я так думаю, что это какая-то тестовая сборка. Промоция. Потому что очень уж в ней много всяких разных багов. Просто какое-то кошмарное количество я никогда столько не видел. И скоростя, и объекты, которые попадаются. И... да множество. Просто множество. Какой-то позор. Но, все же. Они не настолько критичны, чтобы не доехать до места назначения. И... все же. Все-таки, да, с ними... Нет, не с багами. Нет, с картой. С картой промоц все-таки лучше, чем без нее. Вот поэтому-то мы ее с вами и используем. И продолжаем использовать. Даже несмотря на то, что она немножко забаковано. Ну, работают. Над тем, чтобы баги убрать. Все делается. Я думаю, что все будет сделано. Там работают профессионалы. Точно так же, вот как и здесь, на рейсе. Вот, давайте мы сейчас въедем в город. Или где-то там мы где-то станем. Да посмотрим. Город сонный еще. Да, все спят. Суббота. Четыре утра. Какой? Кто тут ездит, думают. Местные жители. Кто ездит в такую рань? Куда? Зачем? Люди, спите. Вот. Но как мы можем спать, если нужно работать? Тартак, кстати. Тартак я вот только сейчас заметил. Тартак это лесопилка. А? Прикольно. Слово такое вот. Знакомое встретил, что называется, да? Так, ну куда-то вот сюда я заеду. На этот самый Тартак. Группа есть. Украинская группа, которая называется Тартак. Так, я бы и не знал, если бы мне об этом не сказали, что такое Тартак. Так, хорошо. Давайте смотреть, отсюда ли мы поедем или еще откуда. Рынок перевозок. Рынок перевозок. И у нас... У нас... У нас... Пока что... О, это уже лучше. Это лучше. Но не настолько хорошо, чтобы брать. Может быть, есть еще ближе. Смотрите, такой город вроде бы как небольшой. И просто масса, нереальная масса всяких... О, использованные аккумуляторы. Круто. Так это почти рядом. Это можно пешком добежать уже. Выслать смс-ку Бабе Мане, чтобы она начала пирожки печь. Вот, но Бабе Мане нужно, наверное, сумец таки прикупнуть. Привезти сумочку с подарками. Была там розовая, помните? Розовая сумка такая. Вот она нам пирожков напечатала. А мы ей сумку подарков разных интересных. Так, перемещаемся в кабину плавно. Готовимся к большому рейсу. Так интересно только что у меня открыто окно. И на улице такой ветерок. Свежий такой. Приятный ветер. И... Он завыл. Завыл этот ветерок в комнату. Такой шум, знаете, такой воющий шум. И я тут как раз притопил на автомобиле. Я даже подумал, что это какие-то новые звуки ввели. Когда быстро едешь. Вот что. Воет ветер в зеркалах. А это воет ветер в форточке. Так, ну ладно. Рынок-перевозок. Вот оно наше все, да. А что еще тут? Ну это, да. Вот это вот лучше всего пока что. За работу. За работу кое-кто спит. А мы уже работаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Далее. Продолжение следует... 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 На грузовике в Польше В Европе 140 Вот мы с вами 160 ездили На этом вот грузовике С грузом Посмотрите 164 км в час И это даже не было с горочки По моему это даже ровная дорога была Ну или может быть немножко Небольшой такой вот уклон Но было дело Так, хорошо Выехали, просто идеальное время Опять 140, смотрите Искушают, просто искушают Я сейчас дам газку, конечно Могу дать Идеальное время для того, чтобы Начинать путешествие 5 часов Вы как раз входите В режим Еще автомобилей Очень мало И когда уже будет большой трафик День, вы уже будете Что называется В режиме, в рабочем Вот не зря же рекомендую Тем, кто Обучается вождению Или Наверстывает Наверное, так скажем Наверстывает Свои Потерянные знания Или навыки Вот ездить По утрам Там часиков В 4, в 5 Уже светло Но в то же время Совершенно нету Никакого трафика И вот вы проезжаете Все перекрестки Все И постепенно Появляются машины Они Вот добавляются Понемножку Буквально Да, вот Порциями такими И В общем-то Часам к 7 К 8 Вы уже более-менее Так проехали 3-4 часа В вашей практике Вот так и у нас Почти Столбы Перебегающие Дорогу В необозначенных Местах Вот почти Такая же Ситуация И у нас Выехали Пока там Пока туда-сюда Пока там Это Где там мой ноутбук Стоит Правда На нем ничего нету А почему? Кино хотя бы Какое-нибудь А? Крутилось там Чтобы меня отвлекало Вот Или Еще лучше Если там Колонки хорошие Да, вот Громко говорить Или динамики Но Я думаю Что за 3,5 тысячи Ноутбук Который Там должно быть Все хорошее Да Так вот Там пускай Какой-нибудь Релаксирующий Такой вот Звук Идет Или музыка Какая-нибудь Такая Тантрическая Такая Медитативная Успокаивающая Но в то же время Не очень сильно Чтобы не уснуть За рулем Слушаешь Наслаждаешься Концентрируешься На дороге И едешь В свое удовольствие Вот поэтому Я вам сейчас И рекомендую Переключиться На плеер Включить Какую-нибудь музыку Фоном И слушать Радоваться жизни Вот выбор За вами Вашу любимую Вставите И Вперед Едем Едем А вы Слушайте Толково так Мост Тут Пошел Как раз Как раз Камера Так Когда я Установил Камеру Мост Как раз Закрыл Полностью Весь обзор Вот Кстати Если бы Снова таки Да Ну это так Из разряда А бы что сказали Да Так вот Если бы Разработчики На восьмую клавишу Это вот Когда камеру Включаем Обзор Сбоку Сделали Чтобы автомобиль Ехал Эти несколько секунд В автомате Да Чтобы не нужно было Так Куда я Что я творю Вот Чтобы Не нужно было Управлять им Наверное Лучше включить Иначе Сейчас Штрафанут Скажут А что ты И не докажешь Что солнце Вошло Зашло Вот Точно так же Охота иногда И в играх Потому что Вы играете всегда Ну скажем От первого лица Или от третьего лица Ты выведешь Ну Задницу Героя Мягко говоря Да Вот Что это такое Тут Вот А хотелось бы иногда Чтобы спереди Увидеть Или чтобы сбоку Как-то Какая-нибудь Сцена Знаете Вот происходит Вот как Как сцены Бывают Но как сцены Они же там То разговор Там какой-нибудь То переход Между сценами Но это не очень интересно А вот нажимаешь Клавишу И твоего героя Показывают со стороны Как он там Бредет Например По какой-нибудь Пустыне Вы в это время Рассматриваете Все Не спеша Или например В каком-нибудь Бою Да Вот он там С кем-то Бьется Вы видите Со стороны Это все Другое дело Как участвовать В этой боевке Или как Реплей Знаете Вот как В гоночных Симуляторах Вы можете Посмотреть Запись Своей гонки Вот так и здесь Какая-нибудь Сценка Вы нажимаете Клавишу Идет запись Этой сцены Вы там Завалили кого-то Ну скажем Fallout 4 Завалили кучу Врагов Расправились Стали так Гордо Хе-хе Я типа Победил всех Нажимаете кнопочку И просматриваете Со стороны И уже так Откинулись в кресле И смотрите Как это выглядело С разных ракурсов Камера переключается То сверху То снизу То сбоку То с наездом То как-нибудь Так вот Кинематографическая Такая камера Вот как здесь Восьмая Да Клавиша у нас Вот так и там И это же было бы здорово Это было бы вообще Круто Согласитесь Да Можно было бы Фильмы делать Вот как-то вот так Вот только С той разницей Что сейчас я управляю Да И камера Не очень-то удобно Тут вот По тормозам А то Оно бы ехало Как-то в автомате Вот здесь Ну буквально там Пять секунд Или семь Или сколько там Эта сцена идет Чтобы он не сворачивал Есть же он Автомобиль в автомате Так и здесь Чтобы не приходилось Мне изворачиваться Из-за того Что камера показывает Совершенно не то Что я хотел бы Но это понятное дело Что так Это такое Это Если бы даже Что-то типа Такого реализовали То это бы стояло В самом-самом конце Длиннющего списка Того Что нужно реализовать В этой игре И до него бы Точно руки Не дошли бы До такого вот Момента Так Семь часов Восемь часов утра Вот как раз То время Когда уже можно Да Тем кто потренировался Поездил Уже можно возвращаться Пить чай Унимать дрожь в руках Или наоборот Виноградники Вот у меня мечта такая Поехать в Италию На какую-нибудь ферму Такую Где Ну небольшие виноградники Но есть Вот знаете Такая вот Итальянская Какая-нибудь такая вот ферма И Погостить Там Когда виноград Спеет Походить Покушать этот виноград Или Помочь может быть Там собрать Или что-то Да еще и Где-нибудь там Если это будет У моря Где-нибудь искупаться Это было бы Вообще офигенно И не нужно Никакие там Отели Там 5-8-10 звездочные Там Королевские апартаменты И ничего такого Совершенно не нужно Просто обыкновенной Три дня Обыкновенной Сельской Итальянской жизни В какой-нибудь семье Да Вы вышли Подышали свежим воздухом Прошлись по этим виноградникам Пошли искупались Прошлись по этому городку Какому-нибудь небольшому Выпили кофе В ихних этих В кафешках Колоритных Погуляли Помогли там Пришли там Отдохнули И так далее То есть 3 дня там всего Но зато впечатления Было бы просто масса Когда проезжаешь Эти виноградники Сразу же вспоминается Что было бы здорово Это как фильм Хороший год Если вы смотрели То понимаете о чем я Хороший год Хороший фильм Вот там тоже Виноградники Но там правда Франция Почему-то Виталию хочется Вот И сейчас появилась У нас такая возможность Да С 11 Июня Да Июня Берете У кого паспорт Едете Просто завтра Да Я когда узнал об этом Я понимаю Что я завтра Не поеду У меня может быть и денег нету На то чтобы поехать Но сама возможность Сама возможность Что ты можешь в любой момент Без всяких стояния Виз Унижений Там и так далее Просто взять паспорт Купить билет И поехать Или полететь Это потрясаю Это потрясающе Это все равно Что вы жили В какой-нибудь Квартире В одной комнате А тут к вам Хозяйка Пришла и сказала Можете в любую комнату Заходить Теперь Не только пользоваться Туалетом И своей комнатой И вы так Круто И соседей Куча Сразу же И смотрите И со всеми можно поговорить И пообщаться И позаглядывать И там у кого-то Телевизор работает Там у кого-то еще Что-то Ходите Так радуетесь Какая-то общага Да Может быть Не очень удачный пример Вот Но то что Есть возможность Это круто А там уже Как вы ее реализуете Хотите вы Если у вас есть желание Вы ее воспользуетесь Нету желания Ну и ладно Никто вас не заставляет Хуже от этого не стало Это точно Так что Теперь Может быть Мотануть Виталию Завтра Какой-нибудь Визаэр Взять билеты Дешевые О Смотрите Ого Это что такое Да ладно Туда даже страшно ехать Да вы шутите Что ли Там какое-то Пожарище Смотрите Просто зарево Какое-то Нереальное Нефтяное Месторождение Горит Или что Капец Какой-то Чтоб так ярко Горело Еще такого Не видел В этой игре Я даже Может быть Приостановлюсь Горит Стой мужик Помоги Спасай Вывози нас Отсюда Я просто Съеду Гляну Смотрите Дом горит А капец Да проезжайте Что вы стоите Я же Я же как зевака Стал Стал посмотреть Что ж там творится Увидели Что у него Внутри В этом Да В автомобиле Так Ну ладно Бывает Как говорится Негоразды Бывают Теперь попробую Сюда Еще Выедь Ну Вот приходится Рассчитывать Только на Братьев Дальнобойщиков Нет Не братьев А коллег Да Коллег Потому что Сразу же Вспоминается Фраза Не брат Я тебе Поэтому Слово Брат Братство И так далее Теперь у него Двойное значение Знаете Такое И негативное В основном По крайней мере У меня И вот Когда говоришь Братья Там И так далее Сразу же Оп Такой Негативчик Сразу Брат Так Так бы Не сделал Поэтому Коллеги Коллеги В общем-то От коллег Знаешь Что можно Ожидать Чего-то И хорошего И плохого Да То от брата Не ожидаешь Какого-нибудь Подвоха А он Раз тебе И ножичек В печенку Так 90 90 Что-то Что это было Решил Не обгонять Интересно Первый раз Такое вижу Честное слово А Вон оно что Ты смотри Какой Дальнозоркий Узрел Что здесь Двойная Сплошная Резко Рассчитал Что он Не успеет Туда Завершить Обгон До пересечения До возвращения На свою полосу И решил Не делать Ну Молодец Intel iCore 7 47 70 1 3.5 ГГц Поэтому Неудивительно Что он Просчитал Быстро Так Выезжаем Хорошая Дорога Мчимся Дорога Но в принципе Еще Да Еще Может быть Минут 15 Реального Времени Поэтому я Разобью Пожалуй Вот эту Вот дорогу Мы с вами Продолжим В следующей части Вот ее Закончим Возьмем Другой маршрут И я думаю Что это Как раз Будет тоже На еще Одну часть Которую мы С вами Сделаем И доедем И будем Баби Мане Подарки вручать Обязательно Обязательно Самое главное Не забыть Заскочить на автосервис И что-нибудь прикупнуть Хорошее Интересное Я на этом Буду с вами прощаться Спасибо вам За внимание За то что Ставите лайки За то что Комментируете Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok